Как я уже говорила, я стала работать на кафедре общей «Геология в институте» у профессора Михайлова. В это время началось освоение целины в Казахстане. И было необходимо построить геологические карты нерудных полезных скопаемых. Это гравий, песок, мчебень и так далее. Все, что нужно для строительства. Завершили мы работу довольно быстро. И отдали эту карту уже казахскому управлению. Завершив работу на кафедре у Михайлова в общей геологии, я перешла работать на кафедру полезных скопаемых Захаровым. Там меня уже ждали. Коллектив был мне хорошо знаком, так как я вела научную работу по этой кафедре. И встретили меня там на ура. Все были очень довольны, что я наконец пришла к ним на кафедру. В это же самое время было постановление правительства в поисках свинца. Уже месторождение свинца практически были завершены. Месторождение найденное. И нужно было восстанавливать снова такие работы. И мне сразу поручили работу по кадастрам. Это составление паспортов для удных ископаемых свинца. Нужно сказать, что в это же время к нам пришел устраиваться на работу юноша. Ну, встретив его и поговорив с ним, я поняла, что это русский умелец. Была с большим удовольствием взяла его на кафедру в должность коллектора, то есть помощник геолога. И никогда об этом не пожалела. Весной я отдала сына я след. Очень переживала, что оставляя его, как говорится, ривел три дня. Все переживала, что его забрали и увезли на дачу. А мы с Виктором сели в поезд Москва-Алмата и в Туркестане вышли из поезда, где встретил нас шофер Коля на вилюсе ГА-69, фронтовая машина. Так начиналась наша работа. Мы долго путешествовали по хребту Каратау. Это большой очень хребет, протяженностью 800 километров, шириной 300 километров. Его надо было весь объездить по определенным точкам. И мы работали довольно активно и продуктивно. Уже завершая эту работу, как бы осталась последняя точка на самом юге, востоке хребта Каратау. Это была последняя точка. Мы пошли с ним в маршрут с Виктором и пользовались, соответственно, картой, составленной топографом. Это для геологов всегда обязательно, потому что на эти карты мы наносили свои данные. Завершив работу, мы решили, что нам можно сократить путь, опираясь на карту топографическую, которая была уже у нас в Сунге. Там надо было освоить всего-навсего две вершины. Казалось, нам это пустяк. Мы преодолели две вершины, но долина с речкой не открылась. И вершины еще перед нами все продолжали существовать. Мы еле-еле уже шли. Жара стояла совершенно невыносимая. Уже Виктор с меня снял все, что можно было. Планшетку, бинокль. Только молоток оставил и куртку. Была ужаснейшая жара. Мы уже еле-еле плелись, особенно я. Виктор меня все время подбадривал. В конце концов, он уже почти меня волок. Вдруг открылась. Мы проклинали этого топографа, который составил такую карту, основу для нашей работы. Топографа-халтурщика, я бы сказала. И когда мы выползли из... Уже долина нам открылась, Виктор меня буквально к этой речке волок. Эту печальную картину наблюдал коза, который сидел на лошади. И он ехал мимо по своим делам. Он подъехал к речке, вытащил меня из речки, взвалил как куль на лошадь. А Виктору сказал, а ты держись за хвост лошади, не пропадешь, дойдешь как-нибудь. Будешь уставать, а скажешь, отдохнешь. В общем, мы пришли в лагерь. Все, работа была завершена. Мы собрали вещи, все материалы, и попросили Колю отвезти меня на станцию. Виктор остался работать в политологической партии, так как мы с ним спокойно расстались. Вернувшись в Москву, я занялась этими кадастрами. Для этого нужно было во все кадастры, а их было порядка 600 или 500, я не помню. Очень много. Надо было поставить каждое найденное оруднение, поставить его все данные. Где располагается оруднение, география его, химический состав и так далее и тому подобное. Эту работу мы завершили с Виктором, то есть с тем коллективом, который уже был там у Захарова, очень быстро. Виктор устроился, закончив работу на политологической партии, приехал в Москву и устроился к соседнее здание, к институт физики, к академику Минца. И на этом была завершена работа с Виктором. Я не помню, когда и почему появился начальник экспедиции. Начальник экспедиции был назначен Грум Жимаевым. Это старинный род, дворянский. И нужно сказать, что он очень хорошо за мной ухаживает. Он дарил мне большие букеты цветов регулярно, никогда не приходил в дом без цветов, водил меня по ресторанам и всячески баловал, как бы я бы сказала. Он, как муж, был вполне хороший человек, но у него было одно качество. Он не любил детей и никогда не хотел, чтобы его окружали дети. Они его только раздражали. И, естественно, Андрюшку он не воспринял. А для меня спокойствие сына, его жизнь была гораздо важнее, чем все то, что мне предоставлял мой гражданский муж Олег. Так мы расстались с ним. Мы тогда ведь все работали по договору с Казахстаном. А на кафедре Захарова не было такой единицы, где бы я могла продолжать работу. И я по неволе уволилась. А в результате осталась без работы. Надо было снова искать работу. Настроение было ужасное. И Андрюшка пошел уже в садик. Жизнь какая-то была очень неустроенная. Дело даже доходило до того, что я попросила Абека, что если со мной что случится, такое у меня было состояние, то он возьмет Андрюшку к себе и воспитает его как сына. Конечно, Абек согласился с этим. Ну, всячески меня поддерживали, и отец, и Абек, все поддерживали. Но все равно настроение было ужасное. И я снова пошла в институт и встретила чисто случайно Муратова, Михаила Владимировича Муратова, заведующий кафедрой региональной геологии. И судьба моя была решена на пожизненном. Можно было вспомнить слова поэта Иосифа Уткина, который писал «И под каждой маленькой крышей, как бы она ни была слаба, свои мыши, свои мысли, своя судьба». Итак, институт – это была моя судьба. На кафедре мне дали должность старшего лаборанта. Кажалось бы, поменяла должность старшего инженера на старшего лаборанта. Ну, когда я пошла по просьбе Муратова, пошла в отдел кадров устраиваться, то мне там сказали, что это должность, это должность с высшим образованием. Поэтому смена должности старшего инженера на старшего лаборанта совсем не унизительная. Я на кафедре Муратова никого не знала, абсолютно. как ни странно, а меня там встретили как будто очень дружелюбно, и как будто я там всю жизнь работала и меня хорошо знали. мне была сразу поручена работа по составлению чисто учебного посудия. Ну, не буду утомлять читателя названиями и прочим. доцент Черновый и доцент Цейслер как раз начали такую работу. Но им обязательно нужен был человек, который бы вообще все выполнял. и таким человеком оказалась я. И мы написали с ними большую работу. Эта работа оказалась очень важна для всех вузов Советского Союза и даже ближайшего зарубежья нужна для учебного, как учебное посудие. На кафедре меня встретил Немков. Я с Немковом была уже давно знакома, так как он ухаживал за моей подругой и на ней женился. И получилось, что мы уже давно очень в дружеских отношениях. Немков сразу взял инициативу в свои руки и предложил мне тему диссертацию. Нужно сказать, что эта тема была, конечно, очень тяжелая. Дело все в том, что очень многие за эту тему брались, особенно мужчины, но терпения у мужчин изучать эти маленькие раковинки не было. И поэтому эта тема все время повисала в воздухе. Ну, а для того, чтобы выполнять свою работу по учебному процессу, я связалась с Московским художественным фондом. Нужно сказать, что я там очень подружилась с людьми, потому что я для них была как бы новая работа. Им было скучно, они не имели такой работы. А мне нужны были очень важные учебные пособия сделать. И вот я создавала эти учебные пособия, приходила в бухгалтерию, а мне все говорили, господи, опять пришло денег просить на учебное какое-то пособие. Я говорю, ну что вы, а зачем тебе эти доски? Я говорю, мне на гроб. Все смеялись и подписывали мне денежные мои траты в этом московском фонде. Нужно сказать, что я сама тоже немножечко рисовала. Я получила навыки этого рисования в доме пионеров. И тут я только, наблюдая за работой художниками, начала рисовать сама. Мне даже подарили, я не помню кто, и каким образом, и когда, и этого я ничего не помню, но этюдник мне подарили. И я очень часто садила за эту тюдник и рисовала природу. Даже сделала один эстамб. Но я не могла подписаться под этим эстамбом, а тогда это было очень важно. И поговорив там... Ну, в общем, один художник взялся подписать, а в скобках меня указал. Ну, мне как-то это было абсолютно все равно, лишь бы было опубликовано. Куда делся этот эстамб, понятия не имею, не помню совершенно. Одновременно с работой по составлению учебного пособия я стала преподавать. Преподавала вначале на коллекторских курсах, потом меня забрали, вернее, по рекомендации Муратова, забрали в институт, остатки от института, цвет медзолота, который Хрущев разогнал. Он отправил всех в Сибирь, сказал, что этот институт должен работать там, а не в Москве. Ну, в общем, остался один факультет. Уранщики. Глядя на те учебные пособия, которые были в том институте, я тоже кое-что там подправила. Но в любом случае было принято. Но я страшно боялась пойти на это. Я даже попросила старшего лаборанта Оленьку подвести меня к аудитории. Так ноги тряслись, так мне было страшно идти читать лекцию большому курсу. Первый и второй курс собрался, так как они не имели исторической геологии и элементов палеонтологии, которым я уже читала. Так начал в России мой педагогический стаж. Работая на кафедре, у меня был стол, на котором стоял бинокуляр. Я работала с бинокуляром постоянно. Тут же был телефон, который мне мешал работать, но я как-то справлялась. И электронный микроскоп был в небольшой комнатке в музее, в котором находилась наша кафедра. Там стоял этот электронный микроскоп, и я бегала то туда, то сюда, смотрела раковины то под электронным микроскопом, это. В общем, короче говоря, в результате я сделала открытие. Как говорится, я все время говорила, ну какое это открытие, это методом тыка. Я пошла на кафедру полезных ископаемых, которая имела великолепную лабораторию. И уже там меня все знали, и поэтому мне все предоставили. Я брала реактивы и пробовала на раковине. Пробовала, 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 и вдруг нашла реактив, который мне все устроил. То есть то, что откладывается портоплазмой, это твердый кальций, твердый, пройденный через желудок животного. А вокруг другой кальций, рыхлый, он более окрашивается этим реактивом. Реактив назывался родомин С. И в результате получилось, что я увидела структуру раковины. То, чего никогда никто не видел. Были изданы книжки всевозможные, немецкие, чешские, венгерские, болгарские и так далее. Никто нигде не отмечал, как это все устроено. Ну, естественно, это было таким небольшим фурором. В конце концов, написав уже первую работу, потом пошла вторая работа, я открыла новый вид раковин и так далее. И, в общем, начала подготовить материал для диссертации. Конечно, мне очень помогала кафедра. Кроме всего прочего, в 1961 году, когда я перешла на кафедру, Муратов предложил мне поехать на крымскую практику. Первый год крымской практики прошел для меня очень напряженно, потому что нужно было вести целую группу студентов. группа стояла из трех по шесть человек, восемнадцать, пятнадцать человек, по-разному всех студентов. И вот мы ходили все вместе, а я очень боялась или потерять какого-нибудь студента, или сама заблудиться, потому что надо было пройти все маршруты окружающий город Бахчисарай, а потом пойти уже там, где располагался полигон, девять километров. Нужно сказать, что студенты уже освоились мои, они ко мне относились прекрасно, и иногда мне очень даже помогали. Ну, например, взяли и куда-то убежали. А у меня, я не знаю, мечусь, не знаю, где моя часть мальчишек. В основном мальчишки. Группы не поисковые мне дали, а уранщиков, которых перевели из института стали и сплавов, остатки от цвет медзолота перевели в наш институт. И я смотрю, они возвращаются. А мы боялись, что мы вас потеряли. Ну, в общем, отношения с студентами были прекрасные. В конце концов, сын был при мне. Это было очень важно. Я никуда его не отпускала от себя. В момент, когда в одной из поездок мой сын нашёл зуб акулы. Это особый был зуб. Зуб на коже. Вся радость была у всех большая. В конце концов, этот зуб показали академику Мэннеру. Он очень обрадовался, сказал, что это единственный экземпляр, и поместили его в витрину музея. Ну, был такой случай, когда мы рано выезжали и не имели возможности позавтракать. Все взяли яйца сырые и быстро со смехом позавтракали сырыми яйцами. Мой сын с ужасом смотрел широко открытыми глазами, как все мужчины и даже женщины быстро выпивают эти яйца. А сам не трогает. Ну, в конце концов, он посмотрел, посмотрел на всех. И взял эти яйца и пару яиц быстро-быстро употребил. Все было поставлено на свое место. В общем, сын рос в геологической обстановке. Нужно сказать, что даром это не напряжение, с которым надо было по ночам смотреть будущий маршрут, чтобы потом рассказать это студентам. Все это такое напряжение не прошло для меня даром. И в результате я попала в Симферопольскую больницу. В Симферопольской больнице поставили мне диагноз стенокардия. Это в переводе на русский язык, как называлась тогда вредная жаба. Меня навещали студенты. Первое, что я сделала, когда я вышла на улицу, мне разрешили ходить. Я сидела на лавочке, студенты меня окружили, а я их послала на базар, купить мне семечек и огурцов соленого. Ну, конечно, соленые огурцы у меня отобрали, семечки разрешили. Ну, сказали, не употребляй много. А потом мы с Андрюшкой поехали в Киев, чтобы посетить тетю Груму. Она уже в это время переехала во Львов. Встретил у нас ее сын. Мы жили там, и только после этого уже вернулись в Москву. У нас были большие изменения. Андрюшка пошел в первый класс. Учительница была очень злая, нервная, била детей по затылкам. Андрюшка все время расстраивался. Я его спрашивала, а тебя тоже убила? Нет, я ей не дался. Я сразу... А вот соседний мальчик такой слабенький, она его стукнула, и он обстук, парту ударился носом. Ну, в общем, очень расстраивался за своих друзей по школе. Директор жаловалась мне, что она не может найти учительницу для первых классов. Нет учителей, вот и все. Нет для первоклассик первоклассик учительницы. В это же время Аркаша женился. Я продала пианино, потому что Андрюшка никак не хотел играть. Он придумывал любые оговорки, только чтобы не сидеть за пианино. Наконец я взяла и продала пианино. Это было единственное, что осталось от мамы. и состояние моё было очень такое неважное, прямо скажем. Все вокруг только говорили. Вот первый класс кончится, а на второй класс отдашь Андрюшку в интернет. Как-то было очень все тяжело у меня шло. Ну, и я подалась. Нам выдали в начале сентября, выдали пальтишко. Очень приличное пальто осенне-зимнее. Шапочку, брюки там дали, форму. В общем, какую-то одежду мы получили. Я отдала его в интернет. И вот эту глупость я всю жизнь со себя корю. Я, как я могла даже представить себе, что такое интернет. Я себе этого никогда не представляла. Никакой учебы в интернате не было. Дети были предоставлены сами себе. Никто ими не занимался. Поэтому все равно каждый день я после работы ехала в этот интернат. А он был в районе Сокольников на горке. Рядом был дом для детей, детский дом. Двери не закрывались. Все было как-то в такой разрухе. Отвратительно было. Я уже не говорю о том, что как кормили. Я приезжала вечером. Дети в это время укладывались в постель. Садилась на кровать сына. А он все время плакал. Мама, забери меня. Мама, забери отсюда. Забери отсюда. И кое-как его успокаивала. Я все о чем-то им читала, детям. Что-то рассказывала о животных и так далее. Все, что могла... Делала для успокоения детей. В результате, где-то в октябре месяце, в конце октября был звонок. Забирайте сына. Он заболел. Я взяла такси и поехала снова. Каждый вечер ездила и в этот раз поехала. Поехала. Таксист трудом уговорила. Потому что уже было какое-то состояние такого осеннего первого снегопада был. Дорога была какая-то скользкая. Водитель все время ворчал на меня и так далее. А я ему говорила, что я ему заплачу за такую дорогу и так далее. Короче говоря, мы приехали. Я побежала в изолятор. Забрала оттуда сына. Укутала его в одеяло казенное. И с укутанным ребенком вышла на улицу. Водитель, как только увидел, как я вынесла ребенка, тут же бросил машину, выскочил. Забрал у меня ребенка. Положил его на заднее сидение. Укутал. И мы поехали. Андрей к Новому году только выздоровел. Да, я продала пианино и купила шкаф. А до этого у нас была железная кровать. У Андрюшки была приличная кровать, которую сделал Лабик. Перегородили комнату этим шкафом. За шкафом молодожены поселились. У них был только маленький столик и кровать. Больше туда ничего не помещалось. А мы жили перед, около окна, перед шкафом. Комната делилась пополам. Шестнадцать метров пополам, по восемь метров. Жить было совершенно невозможно. Ну, в общем, кое-как, все-таки Андрюшка выздоровел к Новому году. Но пойти во второй класс уже было невозможно. Он отстал. Тем более, что целый семестр он не занимался совершенно. И выручили, как всегда, семья похвестила. У них дача была куча. И мы на эту дачу стали регулярно ездить. Андрюшка встал на лыжи. И в результате очень быстро набрал силы и здоровел. А в это время в нашем институте начал строиться кооперативный дом. Первый и единственный кооперативный дом вообще в Москве. В других городах я не знаю. В Москве. Мне предложили участвовать. Денег у меня не было. Тратить деньги за пианино я не могла. И все равно не хватало бы денег на первый взнос. Похвестнева Леночка и Эс мы все время проводили на даче. Очень здорово было, весело и хорошо. Но похвестнева Лена сказала об моем положении своему отцу. Отец был заведующий кафедрой в институте Сталин. А жена его доцентом в этом же институте. Он очень был веселый и хороший человек. Он говорил своей жене. Соня, пойди сдай за меня анализы. У меня нет времени ходить писать. В общем, он меня... Мы там часто обедали. Он меня во время обеда положил около меня большой пухлый конверт. И сказал, это тебе на первый взнос. Отдашь, когда разбогатеешь. И так и вопрос был решен. Было профсоюзное собрание. Было распределение квартир. Одна квартира осталась незанятая. Потому что она была на первом этаже. И как-то там человек, который получил эту квартиру, он отказался. На первом этаже. И мне эту квартиру дали. Я прямо на этом профсоюзном собрании разрыдалась. От того, что я могу теперь куда-то в белье. Через некоторое время вернулся отец. Нужно сказать, что за это время отец стал работать директором Научно-исследовательского института кролиководства в Удельном. Там он познакомился с женщиной, которая владела библиотекой. И они поженились, когда узнал, что мы с Андрюшкой переезжаем. Нужно сказать, что он был очень привязан к Андрюшке, хотя был очень занят. И даже подарил ему велосипед Орленок. Но мы все равно собрались и уехали. И наконец приобрели свободу. Прекрасная квартирка, в которой мы прожили очень большую жизнь. Напротив была школа. И вот Андрей пошел там уже в третий класс. Ну, как-то второй класс у него пролетел. Но, во всяком случае, как-то подтянули его и прочие, во всяком случае, ему зачитали этот класс. Но год и пролетел. Ну, хорошо, хоть он год пролетел, но он окреп очень на этих лыжах. А летом мы снова поехали в Крымск, на крымскую практику. Вообще, я всегда жила интересами сына. Нужно сказать, что отношение его с директрисой было почему-то очень плохим. Непонятно, почему она так не хотела его принимать. И почему все время говорила, что его место в ремесленном училище. Да, у нас дома было много животных. Купили, все время любили ходить в зоологический магазин. Там покупали рыбки у нас были. Абек руководил этими рыбками, потому что у него было вообще девять аквариумов. Рыбки, потом у нас был чиж. Было маленький ужонок, который купили в зоомагазине. Очень красивый, маленький очень. Он его клал около своего блюдца и поил его молочком. Один раз он, уже когда где-то в четвертом классе, он сказал учительнице, который преподавал там зоологию что-то, сказал, что у него есть ужонок. Она попросила его принести. Андрей поверил ей, принес и оставил его на ночь по его просьбе, чтобы она могла показать этого ужонка в другом уже классе. А на следующий день, когда Андрей пришел, она ему показала, что ужонок был заспиртовым. Он вышел. А перед этим он сделал очень такое серьезное оружие – рогатку. Дав мне слово, что ни на одну птицу он не наставит эту рогатку и не убьет ни одной птицы. Как только он увидел, что его ужонок в стеклянной банке, он выскочил из школы, побежал, взял эту рогатку и перебил все окна пятого этажа. Был скандал, было собрано пять собраний. Я стояла за дверью и слушала все высказывания преподавателей. Выступил новый преподаватель, который занимался все культурой. Его звали Юрий Романович. И сказал, что во всем этом виновата учительница, а не Андрей. Андрей тут ни при чем. Так бы поступил каждый, который мог увидеть такое. Ну, в общем, короче говоря, весь спецсовет стал на его сторону, кроме директора школы. После восьмого класса всех собрали в актовом зале, где было объявлено, кто был переведен в девятый класс. В списках девятый класс Андрея не оказалось. Естественно, что он встал и спросил директора школы, почему его нет в списках. На это она ответила, он может перейти в девятый класс только через мой труп. Ну, а Андрей не растерялся и сказал, что он не возражает. Ну, конечно, все засмеялись, и на этом все дело было кончено. Андрей поехал в техникум геолого-разведочный, в Решетниково. Сдал там документы, сдал там все вступительные экзамены, которые были. И стал студентом геолого-разведочного техникума. Который благополучно, ну, с различными приключениями, но благополучно закончился уходом в армию. Андрей хотел устроить перед уходом в армию проводы. Ну, это традиционно для всех уходящих в армию. Но денег у нас на проводы не было. Тогда он пошел работать на овощную базу, чтобы заработать деньги на проводы. Но в армии, даже находясь в карауле, он всегда находил для себя какую-то работу. И взял кусок меди и сделал чеканку. Это была первая его работа. Увидел это офицер и пригласил его на обучение этой чеканкой. И с тех пор Андрей всегда очень увлеченно занимался этой чеканкой. У нас зато проблемы с подарками практически были решены всегда. Как только мы куда-то ехали, я говорила Андрею, что надо сделать чеканку, и все выполнялось. И мы были всегда с подарком. После окончания армии, когда он вернулся из армии, он поступил в геологоразведочный институт на РАПФАК. Была такая форма обучения для фронтовиков или для людей, которые не смогли после 10 класса сразу поступить в институт. РАПФАК находился в городе Загорске. И он туда поехал и жил там в общежитии, и приезжал домой только на выходные дни. Это освобождало и меня для моей работы. Я в это время работала на кафедре региональной геологии, и у меня была тема диссертации. Мне нужно было время для этого. Были такие моменты, когда я вставала рано утром, садилась за письменный стол и писала эту диссертацию всего год. Потом я вышла на предварительную защиту. Это было весной. Получила замечания. И летом в Крыму, работая преподавателем, я поправила все замечания. И в ноябре, 19 ноября, я вышла на защиту. К этому времени у меня уже было напечатано несколько статей. Одна из статей была опубликована, потому что она содержала новое открытие, как определять раковины. Они были очень маленькие, надо было шлифовать их, смотреть в бинокуляр, электронный микроскоп. Я активно работала. Второе было мое открытие. Я открыла новый вид раковины. Вот эти два открытия, конечно, сыграли определенную роль. На защиту приехал и отец мой. Вместе с Натальей Степановной и перехватили Аркадий. Когда я уже рассказала все то, что я собиралась рассказать, и ответила на все вопросы, дали слово членам ученого совета. Вышел Кравцов. У меня отношения с Кравцовым, честно говоря, так и не сложились. А он взял мои два тома в руки, потряс их перед публикой, и у меня, конечно, от страха в пятки ушло сердце. Но он потряс этими двумя томами и сказал, что труд проделан колоссальный, и что он предлагает дать мне докторскую степень. На что, конечно, я тоже сказала, не надо, потому что я не хочу участвовать в работе ВАКа. Ну и как-то меня послушали. Но это, конечно, на кафедре отразилось, потому что меня сразу переселили на второй этаж. Кафедра занимала два этажа. В первой там работали лаборанты. И я возглавляла эту команду лаборантов. А они меня пересадили к преподавателям. Так что меня как бы повысили на кафедре. И действительно, отношения тоже после защиты как-то резко поменялось. Андрей учился в нашем институте. И ему как-то было все легко, потому что он уже, когда еще был совсем маленький, он все время болтался в институте. Мне же девать им было некогда. И он очень много дружил с членами других кафедр. Когда началось распределение, выяснилось, что он занимает первое место при распределении. Это первое место должно быть отдано студенту, который работал в институте. Но у нас был декан, который как-то очень плохо относился и к Андрею, а мне все время лебезил что-то такое. А как только отвернешься, он говорил гадости. Ну, в общем, мы приспосабливались, но это на кафедре методики. Когда было распределение, вдруг сообщили, что первое место отдается другому студенту. Вот это было для меня очень тяжелым испытанием. Андрей, возмущенный всей этой историей, собрал ребят и уехал в колхоз строить какой-то там комбинат деревообрабатывающий. И пропал на целых полгода. Я очень все это переживала, но меня удивительно, как поддерживали даже те члены кафедры, которые его забараковали. То есть не стали возражать этому декану. И один из доцентов обещал поговорить с Центральным научно-исследовательским институтом геологоразведочного. И Андрей стал работать в этом институте в Ценегире. Взял тему для диссертации, написал ее, и мы поехали слушать его защиту. К сожалению, научный руководитель его к этому времени умер. И Андрей, когда защищался, он первое, что сказал, что он посвящает свою диссертацию своему научному руководителю. И так Андрей утвердился в этом институте и защищил там диссертацию. Дальнейшая жизнь Андрея шла уже по накатанному. Работа, выезд на полевые работы и так далее. В общем, и у меня все наладилось. Мне дали после защиты должность доцента, а через три года даже дали звание доцента. Для этого дали мне такие корочки. Мой брат заболел, старший, который меня вырастил. У него признали рак и сказали, что он безнадежен. И вот эта вот обстановка, рак, безнадежность и так далее, он совсем потерял как бы энергию. И его вторая жена, Зоенька, умерла, а вторая жена Абрамина, она списалась с своим дядей, который руководил какой-то лабораторией в Сан-Диего. И тот дал вызов, сделал вызов. И они собрались и уехали. Скорая машина ожидала прилета этого самолета. Ну, Абрам как воскрес. Никакого рака у него не оказалось. И он спокойно продолжал жить. Ну, и даже все свои изобретения он тоже собрал. А их было двенадцать. Ну, а последнее было очень интересно. Он изобрел титановый шпиль для людей, которые ломают шейку бедра. Он взял это свое изобретение и пошел устраиваться на работу. А там ему на работе сказали, а мы это давно имеем. Мы это давно купили в вашем Советском Союзе. Ну, вот такой был эпизод. К сожалению, Абрам умер, но прожил большую жизнь. Не дожил до девяносто шести лет несколько дней. Во время учебы Андрей женился. Все было очень хорошо. Были нормальные хорошие отношения. У Андрея родился первый ребенок, Вася, который был моим первым внуком и очень любимым. Позже родились две девочки, близняшки. Да, Алена и Маша. Я очень благодарна Марине за то, что она мне подарила таких прекрасных внуков. Андрей много ездил по экспедициям. В результате он заболел. Заболели у него почки. Его положили на операцию. При этом думали, что будут оперировать во Франции. Но французы сказали, что мы только что сделали боготворительную операцию. Больше мы все иссякли. И спросили, кто будет делать операцию в России. И друг его, Сережа, назвал фамилию. А те французы сказали, что он гораздо лучше наших. Он очень хороший врач. Андрею сделали операцию. После операции врач сказал, что ему нужно поменять климат. Надо поменять воду, воздух, чтобы он мог выжить. Иначе он здесь помрет. Потому что здесь ему все не подходит. И тогда мы стали думать, что делать. Помогла нам в этом отношении, конечно, Абрамина. Мы ей очень благодарны. Они с Абиком договорились. Они сами не могли нас вызвать. Поэтому Абрамина обратилась к дочери, к Ольге. И вызвали нас не Абрамина, а Ольга. То есть семья Гильманов. В любом случае мы получили вызов. Стали собираться. Дети росли. Учились в школе. Вася поступил в институт. Все было налажено. Но мы все равно собрались уехать ради того, чтобы Андрей был с нами живой и здоровый. И в конце концов мы сели все на самолет и оказались в Сан-Диего. Андрей женился второй раз на совершенно очаровательном человеке. Наташа. Это замечательная женщина. Приехала мама Наташина. И удивительно, как она включилась сразу в помощь мне. Она прекрасно знает английский язык. А я его потихонечку-потихонечку стала забывать. И очень хорошо мы дружим. Спасибо всем огромное.